Всем привет, вы на канале Джанго Скол, меня зовут Михаил, о чем мы будем по ходу с вами разговаривать. Вообще, какое будущее у веб-разработки, куда все двигается, к чему мы в итоге придем, так скажем, мои мысли по этому поводу. Есть такая традиция у нас на канале, это раз в несколько лет или раз в год задавать этот вопрос и смотреть мои прогнозы на то, куда все идет и куда все катится. Я уже когда-то говорил о том, что будет рутой, будет востребована эта дополненная реальность. Что мы сейчас видим? Что социальные сети делают метавселенные. Является ли это виртуальной реальностью, дополненной реальностью и так далее? То есть, условно говоря, созвониться с командой в зуме или с клиентом в зуме или встретиться с ним в метавселенной, это вообще непонятно, во что может вылиться, но такое будет. Сейчас айтишечка вообще развивается в направлении нейронных сетей. И как ни странно, кто не следит за этой темой или может быть далек от этой темы, оно не видно, как оно проникает во все сферы жизни. То есть сейчас нейронные сети, они проникли везде. Этот тренд будет продолжаться. И вот эта возможность улучшить бизнес с помощью нейронных сетей, это прям топчик. Это прям сейчас уже идет. Это все ваши эти помощники-ассистенты. Откройте мобильное приложение банка, у вас будет какой-нибудь там ассистент. Вот, который что-то вам подскажет и так далее. Откройте какие-нибудь госсайты и там, как ни странно, будет какой-то ассистент. Это нейронки. Писание контента, делать видео, делать фотографии и вот это вот все, это тоже нейронки. Но они, как бы, да, можно сказать, затрагивают определенную сферу. Ну, там, картинки, да. Это там, куда художникам, дизайнеров. Но дизайнеры кто? Работают в айтишечке? Работают. И я вам прям пример приведу. У меня сын учится на дизайнера. Так вот, им на лекции рассказывают о том, какими нейронками пользоваться для того, чтобы дизайнить. И показывают там промты. То есть, сейчас человек учится на дизайнера, его уже объясняют, что есть нейронные сети. Многие процессы, рутинные или еще какие-то, с помощью нейронок тоже оптимизируют. К примеру, написать ответное какое-нибудь сообщение или ответы и так далее для клиента с помощью нейронки. Пообщаться с клиентом, поотвечать на какие-то вопросы его, тоже нейронка не может ответить, пересылает на оператора. Тот же самый банк. Я открываю чат банка, задаю вопрос, и он мне такой пэ-пэм, ответ или там уточните варианты. Я говорю, мне надо оператор. Он такой, оп, переводит меня на оператора. Или я задаю вопрос, он такой, ответа у него нет, перевожу на оператора. Здесь у нас обработка голоса, то есть распознавание, вычленение текста, да, оттуда. Это какие-то автоматизации каких-либо процессов. Прям пример. Берем объемный материал. Это была видео встреча, да, ну, я имею ввиду онлайн встреча. Записано видео. Вырезаем оттуда звук. Можно ли сесть в редактор, закинуть, вычленить звук? Да, нахрена, есть нейронка, бот, кидаешь туда видос, она тебе возвращает аудио. Беру это аудио, кидаю во второго бота, он мне возвращает файл с текстом. Беру этот файл текста, кидаю в гпт и говорю, проанализируй этот текст по пунктикам, распиши идеи, там, предложения, ля-та-па-ля. Минута делов у меня от 17 страниц текста, 5 страниц, все собрано, проанализируй. Хотя по тексту, по разговору мы что-то в начале сказали, что-то в конце и так далее. Он проанализировал его и собрал это поедино. И я получил тем самым какой-то результат. Я все это сделал, ну, так скажем, в ручном режиме. То есть я сначала в один бот закинул, во второй бот закинул, в третий бот закинул. И теперь мы пишем с вами сервис, в который мы загружаем видео и на выходе получаем итог, вот этот, что человек напишет, ну, там, что он хочет получить в результате. И мы прям пуп-пуп-пуп-пум, тремя нейронками это сделали. Ну, и так, то есть идет объединение нейронок, мы получаем какой-то результат. И вот весь веб, весь веб двигается в эту сторону. Так как и для пользователей это удобно, ну, для обычных, да, людей. И для бизнеса. Бизнес тоже может в этом участвовать и понимать, где ему вот это улучшить. И, соответственно, если мы будем внедрять нейроночки в наши бизнес-процессы, улучшать их, ускорять их или еще что-то там, как-то оптимизировать, рутинные задачи какие-то снимать. Где-то нейронки лучше что-то могут сделать, чем человек быстрее это сделать. Это будет как бы плюсом. Поэтому все-таки, как ни крути, но за нейронками в будущее. Да, куда вебщик двигается. Ну, назовем это умные алгоритмы. Умные алгоритмы, которые построены на базе нейронных сетей. И бигдаты, и нейронных сетей. К примеру, возьмем тот же самый YouTube. YouTube вам предлагает какую-то штуку смотреть, потому что у него такие алгоритмы. Это понятно, что можно написать определенный алгоритм, как бы он будет. Но там есть нейронки. Я как блогер, я прям их вижу. То есть, каким образом он ускоряет ручной процесс для самих модераторов YouTube. Анализ видео и что на видео есть. Идет через нейронку, чтобы понять, это копипаст или нет. Теперь, нарушаются ли какие-то права. Google знает наши запросы. Мы, как пользователи, оставляем свои отпечатки. И он собирает вот эту всю информацию и выдает, как бы, более релевантную нам. Но на основе вот этого всего строится не просто удобство пользования этим сервисом, но и реклама. То есть, то, на чем эти компании зарабатывают. То есть, продают просто нас. Соответственно, для любого, ну, так скажем, проекта, неважно, веб это не веб, но в основном веб, мы двигаемся в сторону нейронки. Также для разработчиков есть вот курсор, еще какой-то этот IDE, где в редактор прям встроена нейронка. Мы можем написать, что мы хотим, он нам и код напишет, и файлы создаст, и так далее. Вот. То есть, он ускоряет просто наш процесс разработки. Со временем эти нейронки, они научатся, обучатся и научатся делать более качественно. Соответственно, все зависит от того, какой вопрос мы задаем. Ну, то есть, условно говоря, какой ТЗ, такой ХЗ. Вот, нейронка такая же. Как сказали, так и сделала. Поэтому, ну, как бы, сам веб, да, он не исчезнет. Он будет просто, ну, давайте так скажем, модернизироваться. Поисковики. Сейчас поисковые запросы можно делать через нейронку. То есть, пишем, а он нам не просто дает ответ, а он подбирает нам материал, который вот-вот соответствует твоему запросу. Вот. Нейронки, которые мы закидываем ему ссылку на YouTube, а он нам делает перевод на наш язык. И еще и субтитры может долбануть. Или просто сказать кратенько, о чем здесь говорилось. Соответственно, для всего вот этого, это нужны инструменты ускорения. Ну, условно говоря, у нас есть некий сервис наподобие вот этой, пусть будет распознавание там перевода видео или аудио, вернее. Это же, по сути, сервисы нагруженные. У нас есть там какая-нибудь нейроночка, у нас есть вебчик, мордочка для этого, бэкэн, который это обрабатывает. И вот здесь у нас появляются или новые инструменты, с помощью чего мы это делаем, или сами изучаем эти инструменты и потом их улучшаем, условно говоря. Возьмем какой-нибудь пастопиай, и вот нам нужно поработать с какими-нибудь машинами, брокерами и все в эту штуку. Можем ли мы все эти интеграции писать самостоятельно? Да, но появляются инструменты, библиотеки, к примеру, тот же самый пастстрим. То есть, что получается, что все будет идти к тому, чтобы интегрироваться с вот этими нейронными сетями. И от этого, от количества, так скажем, пользователей, от того, как долго отвечает наша нейронка, как человек будет взаимодействовать с вот этим вебом. То есть, это браузер, это мобильный браузер, это мобильное приложение и так далее. Все больше пользователей, или не все больше, а уже давно больше пользователей, это пользователи мобильных устройств. То есть, чаще всего я что-то в телефоне поклацаю, чем сяду за компьютер, что-то найду. Да, чем-то работать на компьютере удобнее, но большинство действий я могу сделать на телефоне. Плюс, не нужно списывать со счетов, как они называются, интернет-вещи. То есть, эти всякие колонки, выключатели, холодильники, пылесосы, вот это вот все. И для всего этого, опять же, нужны какие-то бэкенды и так далее. У нас появляются мобильные приложения для управления всего этим, или наоборот, удобные интерфейсы сайтов. К примеру, самый простой пример, который уже многие и давно им пользуются. Вы можете, вы ставите там роутер, подключаете, и у вас есть мобильное приложение, которое позволяет вам приконнектиться к вашему роутеру, сделать какие-то настройки и так далее. Но до изобретения вот этих мобильных приложений для роутеров у нас был сайт. Мы открываем наш адрес локальной сети, у нас отображается, значит, код в наш роутер, и мы делаем какие-то настройки роутера вот на браузере. Поэтому пользователи уже привыкли к тому, что все есть в браузере. Единственное, что нам нужно, это сделать это таким оптимальным, чтобы оно работало быстро, не тупило, не грузилось и так далее. И для этого все придумывается, изобретаются новые и новые какие-то инструменты, технологии и так далее. Это куда все это двигается. Соответственно, к примеру, та же самая SEO-оптимизация. Мы что делаем? Мы до сих пор понимаем, что у нас есть поисковые системы, если нам важна SEO-оптимизация, значит, у нас должен быть серверный рендеринг и так далее. Здесь мы начинаем, как это было раньше, да? У нас был HTML, мы там нафигачили и все окей. Потом пришли какие-нибудь джанги со своими вот этими темплейтами, джинджа и так далее. Вот. И мы как бы рендерили вот это все, это HTML на бэкэнде. Потом пришли всякие ангуляры, реакты, вью, которые рендерят все на клиенте. Мы такие, нет, SEO-оптимизации нет, давайте рендерить на бэкэнде. Придумали Nxt, Nxt и так далее, где есть SSR, SS что-то там. Короче, когда оно заранее рендерится или в реальном времени рендерится, чтобы у нас было под SEO. И потом появляется еще куча всяких небольших инструментов, которые говорят, возвращаемся мы к тому, что давайте мы будем все-таки на сервере это рендерить. Вот этот весь зоопарк, который у нас получается, ну это вообще какая-то шляпа, сложный и так далее. Все зависит опять же от того, какую задачу бизнеса мы решаем. Из-за этого мы принимаем решение, как мы это реализуем. Вот. Соответственно, при чем тут SEO? У нас эти HTML-странички, мы каким-то образом их, значит, оптимизируем, заголовочки и так далее. И поисковик, он хавает нашу страницу и может правильно, релевантно потом выдавать это в поиске. И вот здесь нужно подумать о том, что, а как будет развиваться вот этот, назову его нейропоиск. То есть, когда нейронная сеть ищет, то есть, будет ли это по-прежнему так же, что некий паук спарсил вот этот текст, потом у него есть алгоритмы там заголовки, подзаголовки, ключевые слова, количество повторений слов, там при SEO-оптимизации там прям есть свои правила. То, по сути, если это нейронка будет, то для нее, мне кажется, не особо будет важно, как мы вот с точки зрения SEO оптимизировали эту страницу. То есть, она может схавать этот текст и понять, о чем здесь идет речь. И вот она будет понимать, вот этот запрос, который мы даем, он лучше подходит под вот эту страницу или нет. То есть, может быть, у нас где-то есть фраза, тот ответ в этом тексте, который вот нужен пользователь. Вот здесь, а как будет развиваться поиск и к чему в итоге придет наша SEO? Вот, тоже интересный вопрос. Я думаю, что какое-то изменение мы в этом все-таки увидим. Что еще, так скажем, в вебе нас ждет? Это все-таки из-за того, что наши устройства, то есть, компьютеры, смартфоны и так далее, они становятся все мощнее, а мы с вами учимся все оптимизированный что-то делать. Вот, давно уже поняли, что нужно делать хорошо и не делать плохо. Мы сможем, давайте скажем, и так уже все в вебе есть. Условно говоря, Photoshop в вебе есть. Рисовать диаграмме в вебе можем. Я не знаю, там, разговаривать на сайте можем. Трансляции вести можем. Ну, то есть, все у нас в браузере. Единственное, ну, здесь как бы изменение, это в улучшении этих сервисов. Плюс, если мы говорим о определенных, так скажем, ограничениях и компаниях, которые ушли с определенных рынков, то сейчас самое время это занять эти ниши и предложить альтернативы. К примеру, пример с Notion. Классный инструмент. Замены Notion нет. Ну, это вот в своем роде он прям классный. То есть, есть альтернативы? Есть. Они такие же хорошие, как Notion? Нет. И, к примеру, Notion говорит, все, мы там не принимаем оплаты, блокируем вам использование нашим сервисам. И здесь как грибы начинают выскакивать те сервисы, которые как бы призваны заменить этот Notion. И вот я прям занимался этим. И я видел, как сервис Unode, он просто тупо не справлялся. У них постоянно тупил сайт. Количество пользователей они не выдерживали. Загрузка бэкапов с Notion падали, увеличилось время. Жалобы, какие-то идеи, как улучшить, чего людям не хватает. Ребята долгое время не могли, долгое время, это 2-3 недели, оптимизировать свой сервис для того, чтобы он выдерживал. И к чему я это? Что как грибы повылазили всякие-то сервисы, мира сказал, все, я ухожу. Все компании, которые самостоятельно разрабатывали какие-то сервисы наподобие мира, но для своих, значит, нужд, пумпу-пумпу открывали, говорят, вот мы умеем, мы можем приходить и так далее. Это в сторону того, куда все идет. Займите нишу ушедших сервисов, вот, или придумайте что-то свое. Но идея в том, что многие вещи удобно делать на телефоне. Соответственно, на телефоне удобно поддерживать связь и потреблять контент. Вот, все, это единственное, что удобно делать на телефоне. Есть еще, как бы, эти планшеты. У них экранчик побольше, присобачил клавиатуру, можно что-то поделать. Но, опять же, не всегда удобно из-за самого размера. А вот там ноутбуки, настольные ПК и так далее, вот здесь у нас, как бы, возможностей больше, да? Всякие окошки, мышки, вот это вот все. К чему я это? Что есть понимание того, что удобно делать для, вот, мобильной пользования, а что для десктопного. И какие-то, вот, именно для работы вещи, такие, собственно, делаем для браузерной версии. Вот вам и куда вебщик катится. К примеру, есть вот этот у нас Word, да, или Excel. Я не пользуюсь. У меня есть Google документы, и я в вебе этим пользуюсь. Ну, то есть, я в вебе это делаю. У меня всегда есть доступ к моим файлам. А мне нужно, я открыл, посмотрел. Соответственно, никуда вот эта дополненная реальность не девается. И повторюсь уже раз, в какой я это все говорю, что это будет. Вот когда это сделают, вот когда это сделают, я скажу, все, я был предсказан. Значит, идея в чем? Это хорошо работать на интернет-магазины. Возьмем, далеко не будем ходить, тот же самый Walburys. То вот дополненная реальность. Вот прям жду, когда такое появится. Может быть, уже такое есть, просто до нас еще не дошло. Это когда я хочу купить себе одежду, я включил камеру, и оно показывает, как оно на мне сидит. Я там цвет могу выбрать, там фасон поменять и так далее. Это просто наверно классно. Потому что человеку кажется, вот оно, да, на модели красиво сидит. Он приходит в магазин, там в тот же самый пункт выдачи Walburys, надевает это в примерочные и понимает, что не то. Тут складочки, там висит, тут жмет, там еще что-то. Вот. А так будет видно. Понятно, как оно будет сидеть. Соответственно, прикручиваем сюда нейронку, которая бы подбирала для этого человека товар. Он говорит, вам нужны там джинсы. Сейчас в моде клеш. Но под ваш там телосложение хорошо подойдут трубочки. Ирак, человек может сразу примерить, посмотреть, отлично типа сидит. Это под вот эти трубочки вам классно бы подошла вот эта кофточка. Понимаете? Ну и он по-пу-пу-мод. Вот такой консультант. Пожалуйста. Вот. Вот куда мы идем. К светлому, как говорится, будущему. И самое важное, самые две вещи интересные. Это все-таки безопасность. Вот пока что еще не до конца все понимают, но безопасности ее не существует. Ну, в интернете. Как ни крути, все равно все отслеживаемо, прослеживаемо и так далее. И информацию, которую она собирает, тем или иным образом, соответственно, она каким-то, ну, или для нас, или против нас, она используется. Ну, к примеру, ту же самую, показать нам рекламу и так далее. Или посоветовать какой-то контент. И вот что-то в плане безопасности, ну, каким-то образом, каким я еще не придумал, вот, оно будет улучшаться. То есть мы сейчас что видим, да? Предлагают нам, подключите, там, VPN, настройте прокси, там, я не знаю, HTTPS, вот эти вот все, там, штуки и так далее. Собственно, то же самое общение, вот, между пользователями, там, назовем какой-нибудь Telegram, типа, его основная фишка была. Безопасное общение. Вас никто не прослушивает, вообще нет следить и так далее, и так далее. Поэтому это было, как бы, его прям фишкой. Вот что-то наподобие такого, может быть. И, конечно же, никуда не девается децентрализация приложений. Вот это все ваши, там, блокчейн-технологии и так далее. То есть, по сути, когда нам удобно, что у нас все хранится централизованно. Ну, вот мне это удобно, когда у меня мои документы где-то лежат в облаке. Я с любой точки мира, с любого своего устройства могу подключиться и забрать эти документы. Ну, классно, классно. Ну, условно говоря. А есть вот эта, собственно, децентрализация. Как бы, не могли в одном месте, да, чем-то управлять. И так как это будет у всех участников, то таким, как бы, наложить какие-то, я не знаю, там, назовем, хаки на это, будет тяжелее. Где эта штука применима? Ну, условно говоря. Ну, понятно, что уже сейчас есть все, что там связано с блокчейном. Это, понятно, вещи, вот в таком понимании, они как раз вот этой децентрализации сейчас и реализуются. Ну, как-то так. То есть, что-то связано с вебом, что-то не связано. Но, в общем, здесь оно в любом случае касается айтишки и в любом случае касается веб. Тем или иным образом. Это или браузеры, да, как-то мы затрагиваем, или бэкэнды и так далее. Ну, то есть, если что-то нужно где-то в онлайне сделать, то по-любому где-то есть сервер. А если есть сервер, значит, есть бэкэнд. Ну, как бы вот, куда, с моей точки зрения, все двигается. Причем тут вот эта дополненная реальность, виртуальная реальность, соответственно, нейронные сети, вот этот весь ваш веб, айтишечка и так далее. Сейчас очень много всего, ну, можно научиться, чему хочешь. То есть, открываешь браузер, писаешь, научиться играть на ложках и есть 1500 курсов, которые научат играть на ложках. То есть, обучают всему. И как вот это может измениться? Что вместо вот этих курсов, вот это ведение или поддержка будет с помощью наренных сетей. То есть, будет ассистент, который помогает человеку. Соответственно, задавшему вопросу дает релевантный ответ. Он тебе всегда доступен, он не посылает тебя нахрен и так далее. То есть, это удобно. Вот, образование, мне кажется, что изменится именно в эту сторону, что появятся нейронные вот такие вот сети, которые помогают человеку учиться. Соответственно, причем тут дополненная реальность? Мы можем посмотреть, как играть на гитаре на видео, но нам нужно бы с разных ракурсов посмотреть, да? То есть, как это сверху выглядит, как это снизу, как это сбоку, как это вот так держать перед собой гитару, да? Как там положение какое-то. Я не знаю, еще как гвоздь там забить в стену. Каким образом мы там плитку кладем, сварочным аппаратом где-то его держим, тут что-то держим, чтобы там этот шов сделать и так далее. А теперь сделаем это в виртуальной реальности. Мы можем на это посмотреть с разных сторон. Очень удобно. К примеру, некий эффект присутствия. Условно говоря, у нас есть некий класс, где сидят ребята, есть учитель, да? Ну, то есть, мы находимся хрен знает где, а такое ощущение, что мы сидим в компашке. То есть, мне кажется, что все-таки, если подойти к этому с творческой точки зрения, вот это может во что-то вот такое трансформироваться и тоже было бы прикольно. Потому что, к примеру, я когда учился играть на гитаре, вот показывают, ну вот смотри, вот так. Сидишь такой, что, куда, как? Непонятно. Или там мелко ни хрена не видно. Вот. Или кто показал левую руку, то правую. А как, блин, тебе это вместе должно быть? Ну, типа, покажи мне. Он показывает, а ты смотришь, там не видно пальцев, куда ты нажал. Как ты там, как, вот с этой стороны не видно, да, там, как рука держится у него, там, как пальцы в этот... Как он этот медиатор держит. То есть, некоторые ребята там с разных точек снимают, показывают, что вот мы там так, так, так. Ну, такое найти сложнее. А если бы это было, вот, так скажем, в 3D, и я в любой момент это мог бы посмотреть, но это было бы круто немного. Тот же самый обучение программирования. Прикольная штука, если мы сидим, нам объяснили, рассказали, вот, оказали пример, и мы хренячим код, и вот наш ассистент, он анализирует наш код, и сразу там сбоку или где-то, или голосом подсказывает, вот, смотри, там, вот это, вот тут у тебя окей, но не окей. Человек запарился, нажимает кнопку, там, или пишет, или говорит, да, помогите, не врубаюсь. Он пытается объяснить сразу, бык показывает пример кода, дописывает, потом там нажать кнопку очистить, и ты, типа, сам пишешь, понимаете? Вот эту штуку можно, ну, таким образом развить, что, ну, вот куда все идет. Будет у нас плюс 100-500 помощников на каждый чих и пых. Ну, дело, опять же, проблемы нейронок в том, что хорошо ее обучить, нужны ресурсы. Бесконечно обучать нейронки невозможно, просто тупо не хватит ресурсов. Поэтому и придумываются новые или алгоритмы, или еще что-то, чтобы нейронку обучить. Тот же самый чат GPT. Вот он сейчас там суперкрутой, но чтобы его еще больше обучить, нужны еще больше ресурсы для этого. Ну, потому что мы можем его обучить, ну, словно говоря, за 10 лет, и он обучится. Или сделать это, ну, условно говоря, за год, да, вот этого обучения. То есть, а чтобы сделать за год, нужно дохренища ресурсов. Ну, вот, я смотрел как-то, что это OpenAI, еще там миллиард себе инвестиций ищет. Как раз на закупку видеокарт. В общем, спасибо всем, кто поприсутствовал. Не болейте, не скучайте. Увидимся. Пока.